Итак, сгруппировав вопросы, я прежде всего хотел бы сказать несколько слов общего плана. Мы сегодня поговорим и про инсульт, и про очистку сосудов, и про физиотерапию. Будут честные ответы на ваши негативные в мой адрес комментарии, вопросы. Но первый момент. Я врач 30-летним стажем. И в то же время я не буду консультировать сейчас в интернете кого бы то ни было. На вопросы и комментарии я отвечаю, но не буду давать медицинскую консультацию. Это неправильно. Второй момент. То, что вы видите на ютубе, выложено почти 300, около 300 материалов, роликов, видео. Подсказывает мне Эрик, что довольно большой объемный пласт видеоконтента, он разный. И создан он был уже, можно так сказать, в разное время, в разные месяцы, даже в разные годы. И поэтому некоторая информация уже в определенной степени устаревает. Ну, например, лекция по инсульту, которая набрала более миллиона, миллион двести тысяч, по-моему, да, Эрик? Где-то около того просмотров. Она записана была в ковидный период более двух лет тому назад. Что, почему она так откликнулась в ютубе, и алгоритмы вдруг ее стали показывать людям, я не знаю. Мы не знаем. Но могу сказать, что мы перепишем и сделаем новую лекцию на эту же тему. Важные новости. Буквально неделю назад мне пришла информация из Фарммониторинг-360. Это большой аналитический обзор по Российской Федерации. И ваш покорный слуга, профессор Якупов, ходит в топ-10 медицинских блогеров по мнению внимания врачей. Для меня это очень лестно. Я об этом хотел сказать специально и благодарю своих коллег. И рад, что мы вместе вот так работаем. А теперь вопросы и ответы. Я их сгруппировал на несколько частей. И, наверное, начну с боли. Боль в спине. Это, наверное, очень большой блок, который не... Почему говорю, наверное, мысли завершу. Он не сможет быть в одном эфире, а у нас где-то час работы. То вот весь этот эфир мог бы был посвящен только боли в спине, грыжем диска, остеохондрозу в кавычках поставлю. Но я попробую ответить, сгруппировать ваши вопросы и комментарии и на них ответить. Добрый вечер, Татьяна. Появилось очень эффективное лечение, ботулинотерапия, испытанное себе, долгосрочные грыжи позвоночника. И вот теперь самое важное. Таких вопросов очень много. Задавало его многим врачам ответы. Нет, в связи с грыжей диска в шее назначили сермион. Как вы относитесь к самому препарату и так далее. Хотелось бы узнать о новых методах обезболивания спины и шеи. Это, наверное, тот же самый Танин вопрос. И таких очень много, очень много этих вопросов, посвященных грыжам диска. Сразу скажу. Грыжа диска, протрузия диска, пролапс диска, фасеточный синдром. Все это радиологические маркеры. Другими словами, это то, что видит врач-аренгенолог, томографист на снимке. И он это описывает. Это не клинический диагноз. У меня тоже есть протрузия диска на поясничном отделе позвоночника. Но я живу, продолжаю активно работать, читать лекции по всей стране. И не то, что я забыл об этом. Я же вспомнил сейчас об этом. Но это не мешает мне моей повседневной жизни. Что я хочу подчеркнуть. Грыжа диска, это еще раз, не клинический диагноз. И если у вас есть грыжа шморля, есть протрузия на шейном уровне или грудном уровне, то далеко не всегда эта протрузия, эта крыжа диска, пролапс диска является причиной вашей боли. Поразительный, но факт. Причинами боли в спине среди лидеров три позиции. Это миофасциальный болевой синдром. Когда вы испытываете перегрузку в мышечной системе, в опорно-двигательном аппарате, появляются проблемы, связанные с появлением мышечных триггеров. Это артропатия фасеточных суставов, поражение фасеточных суставов и проблема крестцово-подвздошного сочленения. Но грыжа диска, это несколько процентов, когда происходит компрессия, как любят говорить, корешка и так далее. И возникает эта проблема. Вот ботулинотерапия, Татьяна, которая помогла вам или вашей близкой, родственнице, она связана с тем, что за счет того, что ботулотоксины расслабляет мускулатуру, снят был мышечный спазм. И лечение произошло не грыжи, а был снят мышечный спазм. Лечение миофасциального болевого синдрома. Это очень важный момент. Серьмион, сразу оговорюсь, про грыжевые диски не используются. Но я не буду обсуждать и критиковать действия моих коллег-врачей, потому что каждый раз надо сначала посмотреть пациента. И важный момент. Мне очень часто пишут длинные-длинные-большие комментарии. Про описывают ситуацию близкого родственника, свою ситуацию какую-то. Для того, чтобы я смог дать качественную консультацию, вы должны записаться ко мне на прием или к врачу на прием. Он должен вас посмотреть. Я вас должен посмотреть, пощупать, потрогать, раздеть. Посмотреть результаты ваших обследований. И только тогда мы получим адекватный диалог друг с другом. Я смогу вам помочь после того, как вы мне расскажете, покажете, объясните, что с вами происходило. И я вас в прямом смысле потрогаю. Это очень важно. Спасибо за голос, Наталья. Большой блок вопросов, связанный с инсультом. И это понятно. Лекция о лечении инсультов. Еще раз скажу. Лекция абсолютно ординарная. Она была записана два года с лишним тому назад. И это лекция в обычной студенческой аудитории. Это совершенно другой жанр, нежели ролики, которые мы записываем с нашей командой на YouTube-канале. Короткие, на минуты, там рилсы, 30 секунд, минута. Это полуторачасовая лекция, в которой я должен, как преподаватель был, рассказать, показать эту проблему. И заставить моих молодых слушателей, которые впервые слышат о инсульте, я говорю о студентах четвертого курса, настолько проникнуться этой проблемой, чтобы они почитали и оставили у себя в голове информацию об этом. Это очень важный был момент. Не менее важный, чем донесение до них конкретных результатов исследований, типов инсультов, типов лечения, вариаций лечения. Об этом ведь на занятиях мы рассказываем нашим студентам. И лекции, практические занятия, это единство большого процесса образовательного. А когда мы показываем лекцию, то все думают, что в одной лекции я должен вместить все и вся. Это не так. Сразу скажу, что эту лекцию мы не то, что будем переписывать что-то в ней неправильно, но появились новые данные. И оговорюсь, там было очень много комментариев разного толка, почему профессор хвалит европейские страны, не говорит о России и так далее. Большая проблема, я еще раз повторюсь, заболеваемость инсультом в нашей стране. Почему я это подчеркиваю? И с этого начал наш сегодняшний разговор. Более 450 тысяч инсультов в нашей стране, это каждые полтора минуты у кого-то из россиян происходит инсульт. Именно поэтому я о нем говорю. 130 тысяч россиян в год умирает от инсульта. И максимально надо сделать так, чтобы вы, уважаемые слушатели, зрители, знали о методах первичной профилактики. О том, что надо следить за артериальным давлением, за уровнем глюкозы, за своим весом, диета, физическая нагрузка. Это модифицируемые факторы риска, на которые вы можете повлиять. И оговорюсь, был еще один очень важный вопрос. Мол, очень важно, вот у меня, да, сейчас секундочку. Да, все в роду инсультники, так написано, это не мои слова. Наверное, я умру от инсульта. Да нет. Наследственные факторы по процентному соотношению, удельному весу, меньше, значительно меньше, чем модифицируемые факторы риска, на которые вы, уважаемые зрители, можете повлиять сами. Еще раз говорю, о уровне артериального давления, глюкоза, то бишь контроль сахарного диабета, ваш вес, ваша физическая нагрузка, курение, едва не забыл об этом сказать. Это все очень важно. Следующий вопрос. По вегетатике. Еще большой блок ВСД. Синдром вегетативной дисфункции. Я обязательно посмотрю чат, но сначала проговорю вот эти все вопросы, которые были подготовлены и проанализированы моей командой. ВСД. Такого диагноза нет в международной классификации. Есть самотофорные дисфункции вегетативной нервной системы и в МКБ-10, и в МКБ-11. ВСД это то, что используют российские, а ранее советские врачи в амбулаторном приеме, на стационарном приеме. Иногда, честно скажу, когда люди в белых халатах не очень понимают, какой диагноз поставить, ставится ВСД. А человеку более зрелого возраста хим, хронической ишемии мозга. А если болит спина, то тогда пох, поясничный остеохондроз, или шох, шейный остеохондроз. Еще раз повторюсь, боль в спине вообще может быть не обусловлена этим термином. Мой учитель, профессор Попелянский, который, собственно, ввел этот термин остеохондроз в обиход советских еще врачей, много говорил о том, что этот термин радиологический маркер. И он намного шире, чем только говорят, боль в спине, боль в спине. Так вот, вернусь, ВСД. Вот вопрос. У дочери температура длится 4 года, во второй половине дня 37,2-37,4. Обследовали все, что могли, причину не нашли. Но дальше описываются определенные жалобы, на работу не хочет выходить, какое-то депрессивное состояние. Всего 23 года дочери, на всякий случай скажу. Я могу сказать, что у меня была пациентка подобного типа с Магадана. Они прилетали ко мне, мы долго с ними занимались. Это так называемая центральная вегетативная кипертермия. То есть повышение температуры не связано ни с инфекцией, ни с онкологией. Она связана с тем, что есть дисфункция, поломка вот такого маленького гипоталамуса. Это такое маленькое образование в мозге, которое является центральным органом нашей терморегуляции. Заниматься с этой проблемой должен невролог, владеющий знаниями по вегетологии, по диагностике и лечению вегетативной, а правильно называть ее, автономной нервной системы. С такими пациентами я работаю более 30 лет и могу сказать, что это непростая тема и ее трудно курировать, но лечить ее можно. И второй же вопрос тут тоже был и в чате, и здесь, когда люди говорят о СРК, синдроме раздраженного кишечника. Так вот, удивлю многих из вас, казалось бы, это гастроэнтерологическая тема, но помогает в этом случае очень часто наши подходы неврологические. То есть врач, невролог, вегетолог может помочь этому пациенту. Я говорю это не с бухты-барахты, что называется, потому что такие пациенты у меня были. Я не буду называть сейчас конкретные препараты, но это группа наших неврологических, как я бы назвал, вегетотропных препаратов, которые помогают пациенту, у которого или у которой вдруг после стресса, простым языком, понос, запор, бурление в животе, есть ничего не может, ей прописывают диету, ФГДС, колоноскопию, со всех сторон, что называется, осмотрели, а вот сын и не там, мучается, обходит гастроэнтерологов, ей ставят СРК и снова по кругу. Так вот, в этих ситуациях помогаем очень часто мы неврологи. Сразу хочу сказать, что это не значит, что вот на вершине кто-то сидит там с короной неврологической и всем и всем помогает. Так, еще вопрос по полинейропатии. Полинейропатии нижней конечности плохо поддается лечению. Есть что-то новое в подходах, препаратах? Два слова об этом скажу. Много запросов на эту тему. Я оговорюсь, вы пишете мне и про парастезию в конечности, и мужчина, которому еще нет 50, по-моему, трудно сжать руки в кулаки утром, слабость в ногах. А задача у вас сразу, что это не всегда полинейропатия. Для полинейропатии очень характерный симптом, да, действительно, вот этих парастезий, мурашек, бегание в кончиках пальцев, простреление током, снижение чувствительности в стопах и кистях, так называемые перчатки и носки. О них, об этих симптомах знают очень хорошо все неврологи, прямо с уровня интернатуры и уж зрелые темпачи. Так вот, если это в одной конечности, то это не полинейропатия. Это может быть нейропатия, да, но мононейропатия, туннельный синдром и парастезии. Когда, ну, парастезии, проще говоря, это то, что вы ощущаете, когда отсидели ногу или отлежали ногу, да, и вот бегают мурашки, хочется ее там размять. Вот это парастезия. Так вот, надо понимать, в чем причина полинейропатии. Если диабетическое, то надо сконтролировать уровень, проще говоря, сахара в крови, глюкозы в крови. И, кстати, могу сказать, не просто глюкозы, а гликированный гемоглобин надо смотреть. Второй момент. Это может быть профессиональное заболевание. Если вы продолжаете работать на вредном производстве, и у вас в кончиках пальцев ушла чувствительность, и в стопах чувствительность ушла, задумайтесь, пожалуйста, над этим вопросом, стоит ли продолжать эту работу. Амилоидные нейропатии, проблемы с почками может вызвать тоже нейропатии. Их великое множество. Есть сейчас, кроме витаминов, такие урезиномонофосфат содержащие комплексы, которые мы с успехом используем. Я могу сказать без ложной скромности, что у нас в клинике, и у меня лично, самый большой опыт по использованию урезиномонофосфат содержащих соединений в лечении заболеваний периферической нервной системы в нашей стране. Мы в свое время, пару лет назад, организовали и провели большое исследование на 3000 пациентов Российской Федерации с включением 20 центров городов нашей страны. Это была гигантская большая работа, когда мы оценивали эффективность урезиномонофосфатов. Это название рабочей молекулы, но не препарата, сразу подчеркну. Посмотрите в интернете, скажете об этом. Про PRP-терапию в лечении суставов. Нет, к сожалению, доказательной базы под этим методом. Такой, на который мы могли бы опереться. С точки зрения evidence-based medicine, доказательной медицины. Когда проводится большое исследование, и по результатам этого исследования делается заключение об эффективности и безопасности. Большое это не 20, не 50, и даже не 100 человек, а тысячи людей, включенных в эти исследования. То же самое могу сказать про, я специально его оставил, этот вопрос, про алмак. Зачем вы, доктор, говорите неправду про алмак, что он лечит от всего? Во-первых, я не говорил этой фразы, но если мы зайдем в показания многих аппаратов для домашней физиотерапии, а речь идет о том, один из последних роликов, которые мы выпустили на YouTube-канале, про методы домашней физиотерапии, то я действительно говорил о том, что в показаниях очень многих приборов пишется все. И, кстати, у того же алмака и диабет, и пяточная шпора, и проблемы с венами, и болевые синдромы, и корешковые синдромы, бронхиальная астма. Все классно, но позвольте мне не поверить, потому что за этими показаниями я, к сожалению, не вижу большой вот этой системы доказательной медицины. И это, кстати, большая проблема для многих физиоаппаратов. Про чистку сосудов. Вот это бестселлер. Что такое чистка сосудов? Сказка или действительно есть рецепты, которые могут улучшить состояние сосудов? Первый момент. Понятие чистки сосудов, и об этом на каждой лекции с врачами мы говорим, что вы, уважаемые пациенты, я обращаюсь к вам, ведь меня слушают и врачи тоже, но пациенты, вы приходите к поликлиническому врачу или в стационаре и просите, что капельницы номером 10, что вот 10 капельниц поставили, и вам стало хорошо, в прошлый раз вам стало замечательно. После чистки сосудов. Так вот, к сожалению, могу сказать, нет такого средства, которое бы зачистило как ёрышком ваши сосуды. Нет. И капельницы не помогает в этом нисколько. Более того, скажу так, капельницы, этот метод относится к ургентным, неотложным методам медицинской помощи. Есть блестящие совершенно методики, схемы лечения, использующие таблетированные формы, которые работают так же быстро, как и уколы. И когда мне пациент говорит, что вы знаете, сделали укол в ягодицу, и через минуту мне стало легче, там давление упало, головная боль исчезла, вот не бывает так. На игле эффект, когда мы заходим в вену, когда в мышцу вводим препарат, эффект развивается через 15-20 минут. Так вот, сейчас есть таблетированные средства, которые точно так же быстро действуют, через 20 минут уже начинают действовать. Про сосуды продолжу. Что там надо смотреть и делать? Посмотрите, пожалуйста, свой липидный профиль. И если там есть, знаете, красным, холестерин, липопротеиды низкой плотности, индекс атрогенности, пылает, что называется, это повод с врачом посоветоваться, да, кстати, про совет врача я тоже сейчас скажу, и начать терапию статинами. Потому что физические упражнения, диета не смогут полностью решить проблему развивающегося атеросклероза, развивающихся стенозов в ваших сосудах. Могу сказать, что атеросклеротические изменения начинаются, внимание, с молодого возраста у всех живущих на этой планете. У всех живущих на этой планете. И кому-то везет, что атеросклероза у него нет. Нет. Чистые, но хрупкие сосуды у злоупотребляющих алкоголем. Там чисто. Но они зато ломкие, эти сосуды. Это большая проблема. И статины надо принимать людям, которые имеют риск развития атеросклероза, и у них плохой липидный профиль. Это постоянная терапия на протяжении практически всей жизни. Практически всей жизни. Теперь, очень часто негодуют люди и говорят о том, что вы такой совет даете, обратитесь к врачу. Обязательно посоветуйтесь с врачом. И дальше глаз вопиющего в пустыне. Где они, эти внимательные врачи? Так вот, по закону я обязан произнести эту фразу. И вы, наверное, всегда слышите, когда есть какая-то медицинская реклама, обратитесь к врачу. Проконсультируйтесь с врачом. Без врача, вот мне пишут, мы сами себе с усами и сами себя лечим. Вот вы же операцию сами себе не сделаете. Да, есть уникумы. Я о них знаю. Когда сам врач, например, себе вырезал аппендикс во время аппендицита. Были такие. По-моему, Синкевич это сделал. Юрий Синкевич, когда давным-давно известный наш врач, коллега и телеведущий. Но в реалиях вы не сможете ни операцию себе провести. Если вас прибило, конкретно прибило серьезные патологии, то без врача вы не обойдете. Вы мигрень можете лечить без врача. Обезболивающими препаратами. Вы можете снять боль при ПМС без врача, конечно. При ушибе вы себе поможете без врача. Но самолечением я не рекомендую заниматься. Теперь про мигрень. Еще один большой блок про головную боль. Статины вредно повышают сахар. Я прошу прощения. Скиньте мне ссылку на это изумительное исследование, в котором есть такие данные. Мне это неизвестно. Вокруг статинов, как и многих других препаратов, очень много мифов. Большой вопрос. Оленька, жить не страшно. Жить надо. Жизнь это классная штука. И сейчас мы об этом тоже поговорим. Так вот, про головную боль. Я обычно не отвечаю на глупые, извините так скажу, глупые комментарии. И безграмотные комментарии. Знаете, я помню Слава Марка Твена, который рекомендовал не спорить с дураками, потому что они утянут тебя на свой уровень, там тебя победят. Но в некоторых ситуациях, когда комментарий вредит моим зрителям, я об этом скажу. И вот мне пишет человек, мигрени нет, это шейный остеохондроз, и его надо лечить так-то, 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 блокадами шеи, еще что-то такое. Так вот, мигрень есть. Такой диагноз есть во всех международных рекомендациях и классификациях тоже. И больше того скажу, что мигрень и головная боль напряженного типа, это два самых распространенных типа и причин головной боли. Ни шейный остеохондроз, ни пресловутая дисциркультурная энцефалопатия, те самые состояния сосудов, ни синдром позвоночной артерии, ни внутричерепное давление, которое некоторые встревоженные родители фиксируют у своих детей и бегают вокруг них, и заставляют этих детей, таскают их, заставляют бежать к врачу или сами тащат их к врачу. А там кто-то говорит, да, внутричерепное давление повышенное, это причина головной боли. Так вот, редкая головная боль связана с повышенным внутричерепным давлением, и слава богу. Да, есть опухоли головного мозга, есть инфекционные заболевания, есть инсульт в конце концов, есть гипертонический криз, при котором болит голова. Я назвал причины, которые дают, внимание, 5% всех головных болей. Более 90% это две причины, мигрень и головная боль напряженного типа. Но в нашей стране парадокс. Все наоборот. Ставят так называемые вторичные головные боли, краниалгии из-за шейного стхондроза, головная боль из-за дисеркультурной цифлопатии и массу других диагнозов присваивают. Что дальше начинается? Другое неправильное лечение. Вместо специализированного, специфического лечения мигрени, начинают курсы сосудистой пресловутой терапии, наотропов, еще что-то делают, хиджаму, кровопускание. Черт-те что и средневековьем пахнет, извините меня, очень и очень сильно от этого. Так, про мигрень и мухомор. Боюсь вам что-то посоветовать. Там есть определенный эффект патогенетический. Но я бы вместо мухомора не противовоспалительный бы использовал препараты. Сейчас есть прекрасные средства профилактического лечения мигрени. Это моноклональные антитела. Классная штука, очень хорошо помогает. Минус единственный, недешево. Раз в месяц укол, но мы работаем уже несколько лет с моноклональными антителами при мигрени. Классно помогает. И, кстати, еще тоже один комментарий. А в Америке мне врач сказал, что эти моноклональные антитела при лечении мигрени побочку дают. Но ни в клинических исследованиях мы не видели. Ни за 3,5 года использования и опыта своего я не видел ни таких побочных эффектов. Про позвоночные артерии. Тоже очень важный момент. Заболела голова. Человек пришел, посмотрел сосуды. Интракраниальные сосуды, экстракран сделан. И увидел узист, изветость позвоночных артерий. И даже иногда ставит синдром позвоночной артерии. Невролог это подхватывает. Диагноз синдром позвоночной артерии. И дальше говорит, головная боль из-за синдрома позвоночной артерии. Так вот, позвоночная артерия это синдром крайне редкий. И дисплазия или аплазия позвоночной артерии это всего лишь анатомическая аномалия, с которой вы будете танцевать на свадьбе собственных внуков. А то, что у вас сейчас ее нашли, ничего не значит. Я очень увлекаюсь, конечно. Я боюсь, что мы в течение часа уложимся или нет, не знаю. Но, может быть, нам придется повторять этот эфир. Про Арктику. Девять месяцев в году находимся в Арктике. Как правило, всю полярную ночь. Из витаминов только аскорбинов и кислота. Как самостоятельно провести восстановление организма вся с собой на зимовку. Комплексы витаминов. Раз. Это очень важный момент. Ничего другого не придумайте. Одной аскорбинкой вы не решите проблему. Тут надо смотреть за своим состоянием здоровья. Должно быть полноценное питание. Но в то же время в этом питании должно быть все сбалансировано. И витаминные комплексы. Но вот в вашем случае это нужно. Дефицит витамина С вызывал скорбут, цингу у полярников в свое время. Это была проблемой и жуткой совершенно. Но если вы живете в средней полосе России, то вряд ли вам нужны такие витаминные комплексы. Еще очень важный момент. Про витамины тоже был вопрос. Оцените, те, кто живет в средней полосе России, уровень витамина D. Вот он может быть у вас понижен. И это может быть причиной вашего недомогания, остыния, нарушения памяти. Мне написали вот здесь про килограмм мяса. Кто-то кому-то когда-то посоветовал, ну какой-то врач посоветовал вам, есть килограмм мяса, что типа такого есть диета. Я такой диеты не знаю, научных данных на этот счет нет. Но если килограмм мяса каждый день съедать, боюсь, что вы несете себе большой вред. Большой блок вопросов, посвященный сну. И если человек работает, вот мне подсказывает мой коллега Эрик, если он ночные смены работает, как ему сбалансировать свой сон. И если это идет годами, то тут придется приноравливаться. У меня есть мой хороший товарищ, друг. Я надеюсь, Эльдар, вы меня смотрите. Он работал директором и был владельцем ночного клуба. Так вот, он просто перевернул свой день. День на ночь. Утро стало для него ночью, ночь стала для него днем. Что ж, такой вариант тоже возможен. Он бывает сложный для домочадцев и для самого человека, потому что он живет в другом ритме. Но одеваться некуда. Вы тогда перестраиваетесь. И дожимаете свой сон, добираете его в дневные часы. Тут никуда не деться. Есть мелатонин, содержащие средства, которые помогают людям после 55 лет. Вот в последних рекомендациях 2023 года, есть такая рекомендация. Мелатонин, содержащие средства, рекомендованные людям с нарушениями сна после 55 лет. Молодым не очень это подойдет. Не очень подходит это средство. Но когда вы летите куда-то далеко, и у вас джетлаг, смещение часовых поясов, там мелатонин работает. Если у вас вот эти ночные смены, то тоже мелатонин может поработать в том числе. Полиэнеропатии могут развиться практически в любом возрасте. Есть такой ургентный вариант неотложных состояний, как синдром Гиена-Борре. И даже, к сожалению, мне привозили таких пациентов, молодых, 20-летних, где резко быстро начинается нейропатия. В течение порой даже нескольких часов или суток. И она имеет восходящий характер. Но чаще всего, слава богу, таких ситуаций редко мы встречаем. Чаще всего это хронические нейропатии. Полиэнеропатии ног, ватность, а не стоп. Исследования проводили на проводимость нервных импульсов, так написано, 9 лет назад. Все в пределах возраста. А сейчас проведите электронейромеграфическое исследование. Это очень важно. Вот еще большой раздел по суставам. У нас был ролик, посвященный гимнастике при коксоартрозе, при проблемах тазобедренных суставов. Мне пишут, что вы показываете молодую девушку, ей легко выполнять, а при коксоартрозе это очень трудно сделать. Так вот, как и в случае с роликом «Боль в плече», набрал он 4 миллиона 300 тысяч просмотров, так же, как и в случае с коксоартрозом, я не рекомендую выполнять эти упражнения, если боль острая. Через острую боль делать их не стоит. Особенно, когда говорим мы при коксоартрозе. Но если это старая проблема, коксоартроз 1, 2, а то и 3 степени, то этот комплекс помогает не вылечить ваш коксоартроз, но сохранить вашу двигательную активность, сохранить ваши мышцы в порядке и даже снять болевой синдром. Сразу скажу, у меня вследствие спортивных травм, подъемов в горы и марафонов есть проблема с тазобедренным суставом. Она очень приличная, я тоже испытываю боль, но она носит хронический характер. Так вот, эти упражнения, которые я сам показал, вернее, мы записали этот ролик, но показываю я не сам. Кстати, Эрик, можно сделать такой ролик со мной, да? Хотя это будет повтор. Так вот, я их выполняю сам. И те, кто из вас пишет, ой, 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 при коксоартрозе 2, 3 степени этого делать нельзя, как же это делать, да не получится это сделать. Попробуйте, я же делаю. Ничем не отличаюсь в этом смысле от вас. Про, мне почти 50, про гомеопатию. Столько негатива, скептицизма в ее сторону. В Российской Федерации, и не только в Российской Федерации, но и в Европе, в этом вопросе поставлено, но если точка, то многоточие совершенно и правильно, я думаю, что поставлено, это все-таки не медицина и не наука. И у меня здесь совершенно определенные отношения к гомеопатии. Если вам помогает, это замечательно, прекрасно. Но я не берусь говорить о доказательности этого метода, потому что серьезный врач и ученый, я таковым себя считаю, не будет давать подобного рода рекомендации. Я пробежал про... Так, о, вот этот блок, 1952, но об этом надо сказать. Тревога, панические атаки и депрессия. Можно ли это сделать без антидепрессантов? Имеется в виду, как избавиться от них. Значит, здесь большой разговор, надолго. Но первое, и сразу тут есть много вопросов, и тут тоже комментарии. Депрессия — это болезнь. Это не причуда. Кто-то мне написал, да в деревню, на работу такого, на картошку. И все, вся депрессия пройдет. От депрессии люди погибают. Они совершают суициды. Если из моих зрителей сейчас кто-то меня слушает и знает, о чем идет речь, потому что у ваших близких, не дай бог, есть депрессия, то вы знаете не хуже меня об этом. Как трудно с таким человеком находиться рядом. Как ему трудно жить вот в этом вот тяжелом для него, страшном, ужасном для него мире. И депрессия, еще раз повторюсь, это болезнь, которую надо лечить препаратами. Антидепрессанты для этого придуманы. Но на самом деле, я уже делал этот ролик на подобную тему, слово антидепрессанты, оно не совсем правильное. Потому что вот сейчас класс антидепрессантов используется и при хронической боли, например. И в рекомендациях международных они есть. И это не какая-то там описка или желание присобачить, так скажу грубо, антидепрессанты ко всему. И налево, и направо раздать их. Нет, не в этом дело. Но антидепрессанты это препарат, который помогает нашим пациентам. Ведь вы, когда вам назначит врач антибиотик при тяжелой инфекционной пневмонии, вы будете принимать антибиотик, потому что без них вы не сможете ее вылечить. Вернее, врач не сможет вылечить эту пневмонию. Вы же будете это лечение принимать. И при цистите вы тоже будете лечение принимать. Почему при депрессии кто-то считает, что меня врач хочет подсадить на антидепрессанты. Да нет, поверьте, такого желания ни у кого. У меня есть и были, и сейчас наблюдаются пациенты, которым я даю антидепрессанты на протяжении многих месяцев. И потом мы спокойно уходим от них, когда наступает тот самый момент, когда мы говорим, что все, достаточно. Большой блок вопроса. Депрессию должен лечить психиатр и психотерапевт, не невролог. Но так получается, что тема психиатрии в нашей стране стигматизирована до нельзя. И когда кто-то скажет, стесняясь, что я хожу к психотерапевту, он боится, что на него покажут пальцем. А уж если он скажет про психиатра, тем паче. И поэтому зачастую невролог встречается с пациентом с депрессией. Но я оговорюсь, я не берусь за тяжелую депрессию. Вот написали мне пациенты из Рязани в Ютубе, а вы сможете биполярные расстройства взять на себя? Я говорю, нет, это психиатр. Богу-богу, кесарю-кесарево. Вот что-то лечит невролог, что-то лечит психиатр. Это важно. Но еще раз подчеркну, депрессию надо лечить. И лечить долго. Это не 10 дней подряд. Про панические атаки и тревожные расстройства тоже самое. Трудно справиться самостоятельно с генерализованным тревожным расстройством. Мы, например, работаем очень часто в паре. Я невролог, врач-психотерапевт или врач-психиатр. Я считаю, что у нас в клинике, у меня в клинике профессора Якупова, кстати, если кого-то заинтересует консультация, пожалуйста, вы можете в режиме онлайн со мной связаться, но это не будет консультация, это будет скорее информационный такой вариант общения, потому что мы не можем тут раздавать направо и налево рекомендации по лечению, в онлайн режиме, я имею в виду. Или приедьте в Казань. Ко мне приезжают из Стамбула, из Магадана, из Москвы. И, пожалуйста, приезжайте, приходите. Так вот, у нас в клинике есть и кабинет тревоги, кабинет головокружения, кабинет памяти. Про память я тоже скажу два слова. Про панические атаки, про большой блок комментариев, и негативных в том числе, про пакет. Пакет помогает, помогает дышать в пакет, снять симптомы панической атаки. Почему? Мы таким образом меняем возбудимость дыхательного центра. В пакете, когда вы дышите в него, увеличивается содержание СО2. И это содержание в вдыхаемом воздухе, повышенный уровень СО2, помогает влиять на дыхательный центр. Опа! И успокаивается. Кто говорит, я не могу, где этот пакет найти, да когда паническая атака развивается, что делать? Но вообще эта паническая атака, долгая эта тема, то пожалуйста, вы обратитесь к врачу. Да, еще очень важный момент для врачей, которые меня слушают. Вот сейчас я покажу. Уважаемые коллеги, обращаюсь к вам. Вот я держу программку бехтеристских чтений Большого Конгресса, который я делаю уже 10 лет подряд. Это Большой нейрофорум, Неделя нейронаук. И этот нейрофорум, Неделя нейронаук, действительно длится с понедельника по пятницу. Приезжают и молодые ученые. Вот в понедельник будут у нас мериться силами молодые ученые со всей страны, и неврологи, и психиатры. Потом три дня Конгресс, бехтеристские чтения. И там психологи, психиатры, ревматологи, реабилитологи будут, музыкотерапевты встречаться и обсуждать, и дискутировать. Приезжают из Узбекистана, Казахстана, Москвы, из разных городов. Это большой федеральный проект. И Олимпиада в конце, когда приезжают студенты. 27 команд из СНГ приезжают к нам. И это, я считаю, что проект, которому мы отдаем силы. Я о нем должен был сказать. В этом проекте, кстати, у меня есть авторский перформанс, кроме моих выступлений научных. Это неврология и искусство. Я думаю, мы запишем его и отдельно выложим, потому что это трудно о нем говорить. Его лучше посмотреть и показать. Так, Мария, спасибо большое за ваши слова, за очарование. Про прием я сказал. По болезни Паркинсона в Казани есть замечательный республиканский центр по лечению этой патологии. Есть в Москве замечательные коллеги в научном центре неврологии на Волкаламке. Туда можно обратиться. Боли в груди и шеи при ходьбе, удыши. Терапевты, неврологи говорят ВСД и все, гуляй. КТ, МРТ грудной области. Вот здесь, Дмитрий, сразу я не буду давать медицинскую консультацию вам, но могу сказать, что потому как вы описываете, скорее всего это может быть так называемая обезглавленная паническая атака, которую раньше называли вегетативным кризом. То, что терапевты и неврологи говорят вам, возможно, это правильно. Но это ВСД, это ничто. Мне говорят мои коллеги, это не лечится вегетатика. Я говорю, нет, я 30 с лишним лет работаю с этой категорией пациентов, и это одно из моих научных, что называется, направлений и моей школы. И я говорю, помогаем мы этим пациентам. Не КТ, МРТ понаделось. Вы вот ко мне приезжаете со всей страны, вот с такими папками. Вот если меня слушают из Дагестана, мои пациенты, привезли три ящика из-под кизлярского коньяка обследований. Три ящика. У женщины это были абсолютно ненужные обследования. У нее была дисфункция вот этой самой автономной вегетативной нервной системы. Месяц мы с ней поработали, уехала человеком. И когда мне говорят о том, что еще больная тема, о, это тоже тема хорошая, жесткая. Мне говорят, у вас же консультация стоит недешево. Да, еще раз повторю, в клинике профессора Якупова вы можете ее получить, консультацию профессора Якупова. Да, у меня сейчас очень жесткие напряженные дни, идут в связи с подготовкой к конгрессу, и я отодвинул консультацию. Но консультации есть. Не дешево стоит. Но я знаю, за что вы будете платить эти деньги. 100 тысяч рублей оставил человек на этих обследованиях, вот такую пачку принес мне. Я говорю, зачем? Этого делать было не нужно. И в вашем случае, Дмитрий, здесь нужны определенные препараты, влияющие на вегетативную нервную систему. Их надо подбирать, работать с вами. Не быстро это. Месяца два занимает лечение. Но КТ и МРТ вам, я думаю, что и не очень нужно в этой ситуации. Так, статины. Йога. Да, Анна. Йога прекрасный метод для того, чтобы сохранить опиомостик. Переведу к памяти. К тому, чтобы сохранить ваши суставы, вашу гибкость. Молодыми, чтобы были ваша спина, коленки, тазобедренные суставы, ваши шеи. Йога меняет структуру мозга. Это не только хатха-йога, которая помогает в физическом плане сделать такое движение. Попробуйте. Попробуйте. Не нарушили мы ничего? Здесь все в порядке. Я про микрофон. Еще раз. Без. С помощью другой руки. Почешите. Не это ухо, а другое. Ваши суставы должны быть гибкими. Это дает йога. Но йога меняет структуру мозга. Вы начинаете дышать по-другому. Вы приходите к медитативным техникам. И мозг, образно говоря, очищается. Вы становитесь спокойнее, уравновешеннее. Умеете бороться со стрессом. Про стволовые клетки. Кирилл, есть хорошие препараты, есть хирургические методы при фармакорезистентных формах эпилепсии. Я бы не советовал обращаться к стволовым клеткам, потому что это метод, о котором много очень говорили совсем недавно, но потом замолчали. Почему? Нет четких научных данных прежде всего по безопасности этого метода. Очень много развелось несколько лет тому назад шарлатанов, которые свиные стволовые клетки пересаживали, еще какие-то клетки и так далее. Брали денег, люди отдавали машины, продавали, квартиры продавали, отчаявшиеся за то, что им помогут. Очень важный момент, совет. Вот я врач, работаю много. Я за это время помог немалому количеству людей, но всем я помочь не смогу. Есть ситуации, когда я прямо в глаза говорю, здесь я бессилен. Были ситуации и моих ошибок. Да, ошибок. Я до сих пор могу ошибаться и признаюсь в этом. Хорошо, что в последнее время они не как в мои молодые годы могли быть трагическими. Да, есть ситуации безнадежных пациентов. И мы говорим об этом прямо. Либо пациенту, либо родственнику. А вот когда вам скажут, я вас вылечу в 100%, и некоторые центры говорят, приезжайте к нам, мы вылечим безнадежно больного человека, задумайтесь об этом. Посмотрите на этот ценник. Никакая фитотерапия не может справиться с раком четвертой степени. Когда она начинает онкологию лечить фитотерапией, это очень опасное дело. И на эту тему был нашумевший очень конфликт в интернете. Я сейчас времени нет на эту. Про трептаны. Вот вам, наверное, нужна будет терапия моноклональными антителами. Обратитесь к врачу, обсудите с ним. Вот говорят про 10 минут, потому что 20 часов 05. Клиника так и называется, моим именем. Да, совершенно верно. Цены все на сайте, вы узнаете. Два вопроса. Про память. Про память. Сначала про актиноломимантин, кто-то задал его, и про антипсихотики. Если у пациента, страдающего нарушением памяти, например, из-за болезни Альцгеймера, начинаются галлюцинации, то есть психиатрические симптомы, это повод обратиться к психиатру. И он уже назначит антипсихотические препараты. Найдите этого опытного человека, который вам поможет. Мягко, аккуратно, с человеком зрелого возраста разобраться. К сожалению, деменцию мы вылечить не можем. Мы можем остановить, удержать человека, чтобы он не ушел вниз. Это важно. А вот на уровне умеренных когнитивных расстройств, это синдром, когда вы что-то забываете, что-то не помните, внимание не то или не так. Посмотрите, кстати, лекцию у меня на канале про то, как продуктивно и продуманно сохранить свой мозг. Мы об этом там тоже говорим. Вот на этом уровне умеренных когнитивных расстройств мы можем поработать и сделать лучше ситуацию с вашей памятью. Это очень важно. Могу сказать, что важен лайфстайл, ваша физическая нагрузка, ваш сон очень актуален, ваше отношение к стрессу и умение работать со стрессом. Это тоже очень важно. Ваши отношения с близкими. И потом уже препараты. Да, если у вас высокое давление, то вас это удивит, но это проблема и причина развития когнитивных расстройств. А вот про не очень спина болит, я хочу сказать следующее. Следующее. Про не очень. Вы знаете, у меня тоже болит нога. Я, вот у нас откровенный разговор с вами. Каждый день я чувствую эту боль. И я точно так же, как и многие, могут так лапки свесить и сказать, не очень. Не очень. Но в декабре прошлого года, 23-го года минувшего, я поднимался в Южной Америке на Аконкаго. Будет у нас фильм на эту тему, посмотрите, пожалуйста, про этот тяжелый очень мой вариант восхождения. Я продолжаю двигаться, я много работаю и езжу по стране с болью. Не очень. Я мог так сказать, не очень. У меня болит. Но последние достижения алгологии, науки о боли, говорят о том, что вы, уважаемые зрители, кто страдает от боли, тоже должны взять ответственность на себя. Не только врач должен в эту таблетку дать вам, укол дать и все. Вы должны продолжить физические упражнения в силу возможностей. Последние пару лет об этом очень много говорят, что физические упражнения изменяют цитокиновый профиль. А цитокины борется с вашей болью. И это очень важно. Вы сохраняете повседневную активность. Вы боретесь с депрессией. Вы смотрите, как вы спите. Оценивайте ваш сон. Потому что плохой сон разрушает вашу защитную систему, которая борется с болью. То есть факторов очень и очень много. Про мясо марин я уже сказал. Да, наверное, циклоп такой доктор. Не буду обижать его. Так, гипоплазия позвоночной артерии тоже сказал, что это анатомический термин, ничего не имеющий общего с клиническим диагнозом. Будете жить, поживать без всяких препаратов. Так, прочистку тоже. Кирилл, классный вопрос. Глинифатическая система и амилоид. Вот тут мы измерить ее не сможем. Это есть научные исследования на эту тему. Люди получили Нобелевскую премию в 2017 году за открытие глинифатической системы в мозге. Эта система, образно говоря, как канализационная система, в которой сливаются продукты отходов, что называется. Она очищает наш мозг. Внимание! Она очищает наш мозг от нежелательных продуктов распада метаболизма и работает она в фазу медленного сна, то есть в глубоком сне. Вот поэтому критически важно для нас с вами спать хорошо, спать глубоко. В этом случае, уважаемые зрители, вы будете улучшать работу мозга, будете продуктивнее, сохраните память, будете бороться с болью и настроение ваше будет другим. Вот бета-амилоид и тау-белок, о которых много говорят, как о причинах болезни Альцгеймера, они образно говоря, нагрузка на мозг нарастает с их стороны у людей плохо спящих. Вот отложите в сторону гаджеты, уберите их, спите, ложитесь спать. У меня есть лекция на эту тему про гигиену сна, посмотрите ее, будьте внимательны, пожалуйста. кисты в мозге могут вызывать эпилепсию, но могут быть просто феноменом антомическим и ничего более. Это, как знаете, родинка вот есть на руке у меня и у вас. Это же не меланома, это просто родинка и все. Полинейропатии мы обсуждали, обсуждали и как стать спокойнее и меньше нервничать. На эту тему будет еще лекция, посвященная стрессу и как с ним бороться. Там мы про магний можем говорить и про магний, про другие возможности лечения этой серьезной проблемы. Это бич нашего времени, потому что со стрессом вы плохо справляетесь. Это факт. Мы плохо справляемся, но если с ним не научиться бороться, то это очень серьезные повреждающие действия. Про наружную заместительную гидроцефалию здесь надо посоветоваться с нейрохирургами и реально есть клиническая картина или нет. Добрым людям про хиропрактику равно как и про гомеопатию при онкологии я бы воздержался говорить. Татьяна, от позвоночной артерии может быть шум в голове, шум в голове может быть астенозов, шум в голове тиннитус. Это серьезная проблема, с которой и лор-врачи и неврологи мучаются, равно как мучаются их пациенты. Кому-то мы помогаем из пациентов, целый комплекс терапии есть. Есть причины, связанные с лор-патологией, есть причины сосудистой патологии, но позвоночная артерия нет, скорее всего, это не основная причина шума в голове. Уважаемые коллеги, дорогие зрители, приходите к нам на бехтерские чтения в Казани. Это 10-й юбилейный конгресс, это мое детище, которым я отдаю часть своей жизни, времени, сил, нервов. в комплексе Корстон. Я знаю, что к нам приезжает из разных республик, разных уголков нашей страны. Там большая насыщенная программа с 11 по 15 марта. www.neiroweek.ru Вы можете найти информацию на этом сайте www.neiroweek.ru Нейрофорум недели нейронаук в Казани. Приходите, будет очень интересно. Физический последний вопрос, потому что про него мы тут был, и тут, Елена, вряд ли. Гинеколог вам поможет. Физическими методами вряд ли можно убрать миому. А про мигрень мы тоже поговорили. И посмотрите отдельные ролики на эту тему. Там их много на нашем YouTube-канале. Как бороться с мигренью, как предотвратить лекарственно индуцированную головную боль, когда человек пьет при мигрене много препаратов, и это приводит к определенному труднокурабельному типу головной боли. Я думаю, что есть и про шею. У антидепрессанта есть побочное действие в боль суставах. Почему? Надо смотреть, о каком антидепрессанте вы говорите, если там реальные побочные действия, упомянутые в инструкции по применению. И еще один из последних вопросов. Еще раз повторюсь. Всегда, я говорю, посоветуйтесь с врачом. Врачи опытные есть. У меня очень много умных, толковых коллег. Я их знаю по всей стране, не понаслышке. От Владивостока до Калининграда, от Мурманска до Еревана. Я видел всю нашу необъятную Россию и СНГ. и могу сказать, что есть внимательные опытные врачи. Я понимаю, уважаемые пациенты, обращайтесь к вам, вам трудно. Почему вы на YouTube канал приходите и ко мне, и к другим докторам? Потому что порой вы наталкиваетесь на черствость, на нехватку времени у врача, но не всегда врач в этом виноват. 15-20 минут приема это ничто. За это время трудно очень разобраться. И именно поэтому наш ресурс YouTube канал, мы его двигаем. И благодарю вас за ваши вопросы и комментарии. Задавайте их мне напрямую и в YouTube канале, и в Telegram канале профессора Якупова. Потому что для нас это очень важно. Мы таким образом с вами находим общий язык. Что-то мы можем отдать вам. Я говорю о знаниях, о знаниях по профилактике. Как предотвратить ту или иную проблему, тот же инсульт, как правильно спать, почему надо заниматься физическими упражнениями при боли в спине и так далее. И это возможность сделать в нашей стране больше счастливых, здоровых людей, чтобы это количество увеличивалось и уменьшалось количество больных людей. А те, кто болеет, тем мы в той или иной степени нашими советами могли бы помочь. вам спасибо до новых встреч. Я думаю, это будет не последний наш прямой эфир. Если что-то было непонятно, пишите здесь, пишите мне на YouTube канал профессора Якубова, пишите в Telegram профессора Якубова, это канал, который я специально создал для обратной связи с вами, мы там выкладывать будем много интересной информации, подписывайтесь на него. Будьте здоровы, берегите себя, всего вам хорошего, до свидания.